Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители нашего видеокурса, посвященного струйной циментации грунта. Сегодня наша лекция будет достаточно простой, но с другой стороны она такая установочная, то есть мы сегодня будем говорить о технологическом оборудовании, причем не очень подробно, а вот так вот, просто в целом рассматривая все те механизмы и устройства, которые применяются при применении этой технологии. Чтобы сделать циментацию, то есть донести цемент в какую-то точку породного массива, безусловно, нужна буровая машина, то есть мы должны приехать на точку, пробурить скважину, включить, подать давление высокое, там под грунтом на глубине возникнет струя, которая при вращении будет перемешивать, разрушать этот грунтовый массив и превращать его в грунтоцементный элемент. Поэтому первое, с чего мы начнем, первое, что мы должны для себя запомнить, что при технологии струйной цементации нужны буровые машины. Ну под этим термином я буду рассматривать практически все устройства, которые позволяют пробурить скважину и опустить монитор в заданную точку, потому что на самом деле может быть использован, например, буровой станок, то есть если у нас нет никакого шасси, мы просто подъехали и к какому-то месту, например, укрепление фундамента в здании, из подвальных помещений, там очень часто невозможно ездить на гусеничной технике и в этом случае используются такие простейшие станки. Поэтому буровые машины мы отнесем какие-то небольшие станки, которые будут стоять на раме, имеют вращатель и они бурят под какую-то скважину, не знаю там, внутри подвала, в тоннеле, в горной выработке и так далее. Либо это может быть более большие машины, которые находятся на гусеницах, имеют какое-то шасси, какое-то тело, систему артикуляции, которые привязывают и самое главное, что они имеют, это мачту с вращателем, который опять же бурит скважину и в данном случае делает струйную цементацию где-то под землёй. Есть установки гораздо большие по высоте, но это уже, как правило, крановые установки, они применяются достаточно редко, но при каких-то особых специальных объектах, когда нужно достигать глубин бурения 100 или там более метров и достигать это не путем скручивания штанг или, по крайней мере, минимизируя количество этих операций. Вот первое, о чём мы должны поговорить, это о машине. У нас на заводе проходил конкурс рисунка и вот у нас даже дети нарисовали, так сказать, строение буровой машины, да, вот здесь показана струя, струя цементного раствора или водного, в данном случае водная струя и та машина, которая выпускает из себя эту струю. Ну и вот рисунок, это уже действительно практически чертёж, хотя его нарисовал мальчик в 9 лет, но понятно, что мальчик будет конструктором, как и его папа, поэтому я на этом рисунке даже могу объяснить, из чего состоит буровая машина, ещё раз повторим. Это обязательно должно быть какое-то шасси, это колёсное, чаще всего это гусеничное шасси, которое позволяет ездить по площадкам с неустойчивым грунтом, с неустойчивым основанием. Я хочу ещё раз отметить, что буровые машины для струйной цементации, это такой достаточно специфический, специфическая такая отрасль изготовления строительной техники. Они очень сильно отличаются от буровых машин, которые применяются в геологоразведке или там, например, при бурении каких-то нефтяных скважин или, например, при устройстве буронабивных свай. То есть это совсем другая техника. В первую очередь она отличается тем, что она должна быть очень манёвренная, во-вторых, значит, она должна иметь достаточно хорошие широкие гусеницы для того, чтобы ползать по площадке с неустойчивым основанием. То есть если у нас заходит какая-нибудь там техника для буронабивных свай, то это, как правило, машины, под которые сначала площадка выравнивается, делается планировка, там отсыпается грунтом, отсыпается щебнем, укладываются плиты и только потом заезжают уже эти машины. Для данных машин мы, как правило, заезжаем очень часто даже в какие-то полуболотистые грунты и полуболотистые площадки, и поэтому мы должны ездить, имея машины с большими гусеницами, широкими гусеницами, чтобы обеспечивать наименьшее давление на грунт. Вот это первое требование этой техники. Второе требование, очень важное требование, у этих машин должна быть очень хорошая артикуляция, то есть мачта, которая приделана к машинам. У нас будут специальные лекции, не волнуйтесь, мы не только на этих чертежах остановимся, у нас будут специальные лекции, на которых мы не только картинки, но и вживую рассмотрим эту технику, что называется, и посмотрим, как операторы нам покажут всевозможные действия этих буровых машин. А в данном случае я должен сказать, что буровая машина должна выполнять абсолютно разные операции, например, это может быть операция, например, укрепление какого-то котлована и, например, при его каком-то понижении, то есть она должна уметь встать в какое-то положение, и мачта должна иметь наклон так, чтобы можно было бурить скважины. То есть артикуляция машин, она в данном случае представляет себя и является очень важной характеристикой, и не даром вот на этой технике, на применении машин для струнной цементации грунтов, ну и очень часто и для микросваяни, где-то рядышком стоящие эти две технологии, заводы специализируются на выпуске только такой техники. Заводы, которые делают и такую технику, и такую технику, их, как правило, бывает в мире очень мало, в основном это заводы, которые изготавливают целенаправленно только технику для микропайлинга, то есть для микросваяни и для создания устройства грунтоцементных элементов с помощью технологии струнной цементации грунтов. Итак, первое, первое, что мы должны были сделать, назвать первое устройство, это вот эти буровые машины. Ставим себе строительную площадку и начнем наше повествование с самого начала. Итак, есть какая-то точка бурения, на которой устанавливается буровая машина с мачтой, по которой ходит вращатель и производит бурение скважины. Вот первая единица, которая нам нужна для производства струйной цементации грунта. Второе, что нам понадобится, ну раз мы подаем струю цементного раствора, то, соответственно, должно быть какой-то нагнетательный механизм. Этим механизмом являются высоконапорные насосы, поэтому здесь мы нарисуем так схематично контейнер с высоконапорным насосом, где есть обязательно какой-то двигатель, насос и из него выходит какой-то шланг и подается через буровую штангу, прикрученную к вращателю. Итак, вторым является высоконапорный насос. Это сердце технологии и насосу, конечно, мы посвятим даже не одну лекцию, я даже думаю больше, когда мы будем разбирать по косточкам это устройство, которые еще раз повторяю. Основой технологии является высокое давление и вот это преобразование то, что мы говорим о потенциальной энергии в кинетическую энергию струи, вот потенциальную энергию как раз вырабатывает высоконапорный насос. Следующий узел, что насос у нас подает? Цементный раствор. Значит, для этого нам будет нужно устройство, которое производит этот цементный раствор. На одной из лекций мы уже говорили о не совсем правильном термине цементный раствор, на самом деле это суспензия цемента в воде. Ну, нам так легче и еще раз повторяю, что мы будем придерживаться этого неправильного термина, который, к сожалению, получил широкое распространение. Итак, чтобы приготовить водно-цементную суспензию или как мы его называем даже в нормативных документах цементный раствор, нужна миксерная станция. Третья. Или по-простому я просто напишу в миксер. Это тоже, как правило, изготавливается в контейнере и из миксерной станции подается цементный раствор в наш насос. Миксер, а это насос. А откуда миксер, какие компоненты в него загружаются? Ну, в самом простейшем случае это вода. Сначала заливается, потом туда добавляется цемент в сухом состоянии и перемешивается в том или ином режиме, в то или иное время. Поэтому нам нужен какой-то бак для того, чтобы содержалась вода. И самое главное, нам нужен склад для цемента или в простонародье называемый силосом. Вот здесь у нас будет находиться цемент в сухом состоянии. Итак, четвертый бак для воды и пятый силос. Вот основных пять компонент, которые нам понадобятся для того, чтобы выполнять работу по струйной цементации грунта. Мы видим, что это, в общем-то, уже технологическая линия, уже не простая. И на одной из лекций я говорил, чтобы перевезти, переехать, например, со своей строительной базы на строительную площадку, нам, как правило, понадобится автомобиль для того, чтобы перевезти силос. Как правило, мы стараемся делать так, чтобы на этом же автомобиле уехал бак для воды. Автомобиль отдельный для перевозки миксера. Автомобиль отдельный для перевозки насосного агрегата. И автомобиль для перевозки буровой машины. То есть, вот, чтобы переехать с точку на точку, нам понадобится раз, два, три, четыре, по крайней мере, фуры или там низкорамных трава, смотря какой вариант буровой техники. Но нельзя сделать струйную цементацию, не использовав ни одно из этих устройств. Конечно, когда мы начинали всю эту технологию в свое время, мы не могли себе позволить, когда это были, там, начало нулевых годов, мы не могли себе позволить иметь вот такую достаточно сложную технику. И, конечно, можно, хоть я и сказал, что буровые машины специализированные, но, конечно, можно взять машину для геологических каких-то изыскательских работ, там, изменить в нем какую-то конструкцию вала во вращателе и при этом попытаться ее использовать. Конечно, можно использовать насосы, например, агрегаты CA320, цементировочный агрегат, выпускаемый в нашей стране для того, чтобы подавать давление, но надо при этом понимать, что максимальное давление, которое ты можешь развить этим агрегатом, будет 320 атмосфер. Конечно, можно использовать миксеры, которые очень часто используются в нефтяной промышленности и разного, разного, разного варианта. И это отдельная, так сказать, была бы лекция, если рассказывать только о тех миксерах и о приготовлении тех буровых сложных или тампонажных растворов, которые применяются у буровиков, и это тоже можно было бы использовать в этой линии. И самое главное, конечно, мы уже понимаем, что силос с цементом, он должен быть, мы часто такие силоса видим на строительных площадках и, казалось бы, ничего удивительного в этом нет. Но еще раз повторяю, если мы хотим не просто начать, не просто сделать какой-то стартап и самому себе рассказать, что или всем своим знакомым, что я умею делать струйную цементацию, а если мы хотим зарабатывать при этом деньги, то все это оборудование должно быть абсолютно специализировано. Это должна быть машина, еще раз повторяю, с хорошей проходимостью, чтобы она ездила на площадках с неустойчивым грунтом. Это должна быть буровая машина, у которой должен обязательно быть различные артикуляции, чтобы она могла бурить, как в наклонном положении, как вертикально, так и самое главное, да не главное, но очень часто встречаемое и горизонтальное. Я в своей практике, как ни странно, выполнил несколько объектов с горизонтальным расположением скважин. И мы про это тоже будем отдельно рассказывать, когда будем переходить к изучению той применимости струйной цементации при решении различных задач подземного строительства. Что касается насосов, то сегодня в нашей стране до последнего, до недавнего времени применяли только импортное оборудование. Как правило, это были насосы итальянских фирм-производителей. Вообще, итальянцы в струйной технологии, они сделали огромный шаг вперед до донесения этой технологии именно до потребителя, до строителя. То есть, они специализируются на выпуске именно специальных машин для струйной цементации, именно специальных насосов, хотя высоконапорные насосы можно купить где-то, например, у тех же нефтяников, когда делается там панаж, там тоже есть насосы, да, и, как правило, это американские насосы, но они могут быть использованы. Но нужно понимать, что вот это все оборудование, еще раз повторяю, оно должно легко перевозиться еще с точки на точку, то есть поэтому с какого-то объекта на объект. Поэтому оно, как правило, должно быть сделано так, чтобы в транспортном положении перемещение этого оборудования не представляло каких-то сложностей. Очень редко в нашей жизни получается так, чтобы мы могли встать на площадку и стоять на ней, например, год. Ну, бывают такие задачи, но в моей практике это было, может быть, один-два раза. Как правило, все объекты более короткие. И вот эта транспортировка оборудования с объекта на объект, она тоже обладает огромным, необходимым, это очень важное свойство любой техники, которая выполняется для струйной цементации. Ты должен легко погрузить это оборудование, ты должен переехать этими доступными фурами на площадку, ты должен его развернуть, буквально там за два-три дня выполнить работы и уехать. Средняя продолжительность объекта по струйной цементации, ну, опять же, в моей практике, это составляет, ну, там, два-три месяца. Вот есть объекты более короткие, есть объекты более продолжительные, но вот примерно такой. Поэтому переход в транспортное положение и снова разворачивание есть транспортное положение, так скажем, уже боевое, то это вот безусловно обладать, все оборудование должно такими характеристиками обладать. Точно так же, вроде бы, казалось бы, ну, что такое бак для воды? Ну, это взяли там просто какую-то цистерну, там, прикрутили какие-то патрубки и начали брать воду. Но это далеко, опять же, не так. Мы очень часто берем воду, потому что в струйной цементации при обработке особенно больших объемов грунта потребуются огромные потоки воды. Это не просто водовозка откуда-то взяла там питьевую воду, привезла и так далее. Очень часто эту воду приходится брать из каких-то открытых водоемов. Очень часто эта вода приходит достаточно уже далеко не чистой, поэтому в этих баках очень часто бывают какие-то осаждаются осадки, какие-то скважины часто на площадках делаются и так далее. И вот ты должен не просто там залить воду, но через полгода тебе надо почистить этот бак. Поэтому это не просто цистерна, в ней должна быть и горловина, и оборудована лестницами, тоже будем про это более подробно говорить. И должна в зимнее время эта вода должна подогреваться обязательно, да. А раз она подогревается, то может быть еще какая-то теплозащита должна быть устроена. То есть вот казалось бы, вроде бы простое просто бочка для воды, а представляет из себя тоже огромное устройство. Силосы это просто отдельная история. То есть безусловно, чтобы вся струйная технология, она основана на потреблении огромного количества цемента. И вот это очень часто все недопонимают. То есть всем так кажется, а я сейчас в буровая там, и мы все дальше, у нас все будет хорошо. Абсолютно это не так. Все проблемы, как правило, все проблемы на строительных площадках 90 процентов связаны с выгрузкой цемента и помещений на какой-то склад. В данном случае это силос. Почему это происходит? Потому что цемент перевозится, хоть это сыпучее вещество, переводится специальными машинами-цементовозами. И вот этот цементовоз должен обязательно куда-то подъехать, то есть рядом с силосом должна быть какая-то разгрузочная площадка. Он должен подойти и перекачать этот цемент там по специальным трубам с давлением через верх. Этот силос должен обязательно установить какие-то фильтра, чтобы лишний воздух выходящий не выносил цемент в окружающее пространство. Этот силос должен быть абсолютно устойчивым, то есть у него должен быть хороший размах ног, например. И самое главное, что этот силос должен быстро выпускать из себя цемент, в данном случае по действиям собственного веса или, например, он должен при этом еще иметь какие-то вибраторы, иметь какие-то подающие туда воздушные устройства. Почему это связано? Потому что, еще раз повторяю, расход настолько огромен цемента, что очень часто люди недооценивают специалисты, которые создают проекты. Если ты не можешь обеспечить необходимое... Вот средний объект это как минимум, минимум смену один, а иногда и два цементовоза. Это минимальный расход или поставка цемента на площадку, то есть цементовоз должен там два раза смену прийти, разгрузиться, этот цемент должен, так сказать, быстро выпущен и уйти в производство и так далее. То есть это опять будет специализированный силос, это опять в нем будут такие устройства, которые нет в каких-то других отраслях, например, на тех же бетонных заводах. Это совсем другой силос. И так вот поочередно можно говорить о каждом практическом оборудовании, но еще раз повторяю, это все настолько непросто, что мы этому будем посвящать просто отдельные лекции каждому типу. И следующая наша лекция, она будет посвящена непосредственно буровой машине. Мы вам покажем, как эта буровая машина устроена уже в настоящем варианте. Сегодня мы ограничимся только какими-то рекламными буклетами, фотографиями с объектов, а вот уже реальную машину мы покажем на следующей лекции. Поэтому до новых встреч и будем продолжать с вами изучать технологии стульной симитации грунтов.